Мы рады представить вашему вниманию вебинар, посвященный диагностике и мониторингу состояния поршневых компрессоров от компании General Electric подразделения Measurement and Control. Во второй части вебинара мы более подробно рассмотрим измерение давления в цилиндре, расчет нагрузки на шток и примеры диагностики, включающие корреляцию с данными вибрацией при помощи инструментов System One. Самое важное измерение для оценки работы поршневого компрессора – это давление в цилиндре. Оно представляет важную информацию о состоянии клапанов, поршневых колец, сальников, которые, как и было сказано раньше, больше всего влияют на стоимость обслуживания и время незапланированных простоев. Также измерение давления в цилиндре обеспечивает непрерывный мониторинг реверса нагрузки на шток и расчет сил, действующих на шток. Вместе с мониторингом состояния клапанов и колец эти ключевые параметры предупреждают на ранней стадии у критических условиях перегрузки или незостаточной обратной нагрузки на шток, ведущих к повреждению пальца крейдскоп. Решение для измерения и анализа динамического давления в цилиндре стало возможным благодаря запатентованному датчику давления Bentley Nevada. Измерение давления позволяет получать информацию об условиях работы цилиндров и передавать точные данные давления в монитор 3577M в режиме онлайн. Монитор динамического давления обеспечивает 8 выходных параметров для каждого канала измерения, включая профиль сил, непрерывно действующих на шток. Аппаратное обеспечение системы 3500 производит расчет нагрузки на шток и продолжительность реверсивной нагрузки в соответствии со стандартом API 618, без необходимости задействования менее надежного программного обеспечения и компьютера. Эта особенность является одной из основных, которые делают решение Bentley Nevada уникальным на рынке и важным фактором для многих пользователей. Монитор давления в цилиндре совместно с диагностической платформой System One предоставляет более широкие возможности пользователям. Текущий рабочий объем цилиндра рассчитывается в каждый момент хода поршня для точного построения индикаторной диаграммы. System One непрерывно производит расчет параметров и строит теоретический график на основе рабочих условий и составе газа в текущий момент времени. Это является мощным функциональным инструментом. Вы сравниваете между собой две индикаторные диаграммы, теоретическую, то есть построенную системой, и измеренную непосредственно на вашем компрессоре. Несовпадение свидетельствует об определенных неисправностях, например, утечках во всасывающих и нагнетательных клапанах, залипании пластин клапанов, слишком тогих пружинных клапанов, износе поршневых колец и т.д. На данном рисунке мы видим свернутую индикаторную диаграмму, зависимость давления от вытесанного объема, на которой текущее кривое давление во время сжатия, показано голубым цветом, отклоняется от ожидаемой теоретической кривой, показано красным цветом, на которой сжатие происходит быстрее, что свидетельствует об утечке в нагнетательном клапане. Дополнительные данные, такие как реверс нагрузки на шток, а также 12 расчетных рабочих параметров компрессора на картинке справа, позволяют пользователю понять масштаб и серьезность неисправности и принять решение относительно того, остановить ли машину немедленно или сделать это позже в удобное время. Кроме того, используя эти данные, можно понять динамику развития неисправности в случае, если было принято решение продолжить работу. Расчетные рабочие параметры компрессора могут быть также полезны для оценки эффективности ремонта. Измерение давления в цилиндре также является основой и для мониторинга нагрузки на шток и реверса нагрузки на шток. Данные силы рассчитываются в режиме реального времени при помощи монитора системы 3500, и это дает возможность отслеживать чрезмерные нагрузки на шток или недостаточный реверс нагрузки, и оповещать об этом на уровне аппаратной защиты при помощи реле, либо передавать данные по протоколам от баз. Мониторинг нагрузки на шток в реальном времени играет важную роль в оценке общего напряженного состояния машины за счет непрерывного расчета максимальной нагрузки, а также значения реверсивной нагрузки на шток за один оборот коленчатого вала. Система мониторинга Банч Лениода 3500 является единственной системой защиты на рынке аппарат, осуществляющий непрерывный расчет нагрузки на шток, возникающий от сил давления и сил инерции компрессора. Система осуществляет мониторинг пиковых нагрузок на шток, сжатие и растяжение для каждого цикла. В то же самое время, кривые нагрузок на шток являются ключевым элементом в диагностике, дающим информацию не только о силах, действующих на машинах, но также позволяющим локализовать неисправность путем сопоставления с данными вибраций. Быстро развивающиеся повреждения пальца критскопфа и малой головки шатуна могут иметь место в случае, когда отсутствует обратная нагрузка на шток, или она слишком мала для подачи достаточного количества масла с обеих сторон. Как показано на картинке справа. Чтобы предотвратить ненадлежащую смазку пальца критскопфа, реверс нагрузки на шток также рассчитывается и контролируется системой защиты 3500, без помощи менее надежного компьютера и программного обеспечения. Возможность контролировать данный параметр аппаратно – важнейшие условия защиты от серьезных повреждений и дорогостоящего ремонта. На тренде мы видим состояние реверса нагрузки на шток, измеренное при помощи системы Bentley Nevada 3500 и графически отображенное в System One. Потенциально опасное уменьшение обратной нагрузки на шток появилось из-за развития утечки во всасывающем клапане третьей ступени водородного компрессора, что подтвердилось при помощи индикаторной диаграммы. Этот пример – хорошее наглядное подтверждение того, как утечка в клапане может отрицательно влиять не только на производительность цилиндра, но и на работу механизма движения. Наряду с вибрацией, давление в цилиндре, синхронизированное с оборотами коленчатого вала, ключевой фактор диагностики механических проблем. Наша методика диагностики зависит от точной синхронизации вибрации и давления с углом поворота коленчатого вала. Возможность сопоставлять события вибрации критскопа с известными событиями на графиках давления и нагрузки на шток очень важны для упрощения диагностики неисправностей, таких как потери крепления движущихся элементов компрессора. Специальные участки или сегменты графика учитывают изменения нагрузки компрессора. Угол поворота коленвала, при котором направление силы меняется, динамически отслеживается и сохраняется, а затем анализируется для создания специального участка на графике, характерного для данного события. Другими словами, System One позволяет присвоить характерным событиям и неисправностям определенное значение угла поворота коленчатого вала. Например, на рисунках показан алгоритм, относящийся к данным, полученным в ходе изменения производительности цилиндра. Первый слайд иллюстрирует данные при 80% загрузки цилиндра, а второй слайд при 100% загрузки цилиндра. Регулировка производительности осуществляется с помощью присоединения дополнительного мертвого объема. Вместе с этим меняется и профиль нагрузки и вибраций. На следующих слайдах описано выявление неисправностей и их диагностика на водородных горизонтальных оппозитных поршневых машинах на крупном нефтеперерабатывающем предприятии. Из-за того, что данная машина играет важнейшую роль на НПЗ, на ней установлена система мониторинга защиты 3500, диагностическая платформа System One. Основным индикатором в данном случае послужил график виброускорения критскопфа, специально отфильтрованный по частоте менее 2 кГц, для событий механизма движения. Сработала диагностическая тревога первого уровня при зарождении неисправности, и персонал на объекте, а также руководство, принимающее решение остановить машину или продолжить работу, были оповещены и могли следить за развитием неисправности. Таким образом, они имели в запасе на 4 недели больше, чем если бы они пользовались только системой защиты. И, конечно, уберегли себя от более серьезных последствий по сравнению с минимальным набором датчиков защиты, температурой и вибрацией станины. Диагностическая платформа SystemOne осуществляет операцию, схожую с той, что описано выше, но для поиска других событий. В данном случае вибрация возросла из-за утечки и поломки клапана и попадания частиц внутрь цилиндра. SystemOne сообщила о начинающейся утечке в нагнетательном клапане в нижней полости сжатия. Через несколько часов сообщила о попадании твердых частиц в цилиндр. На рисунке указано развитие неисправности клапана при помощи развернутой индикаторной диаграммы и графика виброускорения критскопфа. В данном случае специально отфильтрованного по частоте более 2 кГц для событий клапанов. Компрессор был немедленно остановлен для проведения инспекции, которая подтвердила поломку клапана и попадание частиц клапана внутрь цилиндра. Сигнализации останов спасли компрессор от более серьезных повреждений. Уникальный тип работы поршневых компрессоров требует применения специальных технологий мониторинга и методик диагностики. Измерение вибрации является основным элементом защиты поршневого компрессора. Измерение динамического давления в цилиндре дополняет его, создавая полную картину о напряженном состоянии машины. Эти измерения помогают идентифицировать неисправности, позволяют избежать не только аварий, но и незапланированных остановок. Автоматические диагностические правила снабжают персонал своевременным описанием возникшей неисправности. Имея лучшие в своем классе инструменты для мониторинга и диагностики поршневых компрессоров, а также более чем 40-летний опыт работы в данной области, GE обеспечивает лучшее обслуживание и защиту вашего поршневого компрессора. Посетите наш интернет-портал www.bentlyrecip.com для получения новостей по продуктам, рекомендаций по применению, анализе случаев из практики, статей и видео. Свяжитесь с вашим представителем компании GE для организации диагностического семинара или демонстрации продуктов в наиболее удобном для вас месте. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok